Организованный тур в Марокко. С 29 апреля по 9 мая 2022 года. Организатор тура компания Каспи. Гид Александр Калишев. Видеодневник. Сегодня подъем в 4.30 утра. Садимся в джипы. Пришел водитель, поздоровался. И мы выезжаем встречать восход в пустыне Сахара. Наша группа разместилась в четырех джипах. Ночная улица города Эрфуд. Кончилась дорога с твердым покрытием. И дальше едем по пустынной местности с почти такой же твердой поверхностью, но далеко не такой ровной. Приехали к границе песков. Оставили джипы на стоянке и пошли к верблюдам, на которых проедем немного вглубь Сахары. Посадка на верблюда верхом и спешивание производится, когда он лежит на животе. Чтобы не упасть верблюда, когда он встает или ложится, а также при движении, нам рекомендовали крепко держаться двумя руками за две металлические ручки, которые встроены в сбрую наших верблюдов. Проехав несколько сотен метров по пескам на верблюдах, мы спешились и поднялись на ближайшую дюну. С непривычки, скажу я вам, это для меня было непростое дело, так как песок уплывал из-под ног. С гребня дюны мы наблюдали восход солнца. Поскольку горизонт был затянут облаками, снимки восхода получились невнятными. Местный житель и любопытный пришелец, на голову которого погонщик намотал платок сомнительной чистоты для более полного погружения пришельца в аутентичность. Наши погонщики. Застывшие песчаные волны. Обратный путь мы проделали в обратном же порядке, а именно по пескам на верблюдах, а по твердой поверхности и затем по дороге на джипах. Вернулись в город Эрфуд. Сегодня последний день Рамадана, и правоверные мужчины в торжественных белых одеждах устремляются в мечети, на машинах, на мотоциклах, на велосипедах и пешком. Женщины в разноцветных праздничных одеяниях. Вернулись к нашему отелю. Съели довольно континентальный завтрак и поехали на фабрику изделий из камня и ископаемых остатков живых организмов далекого геологического прошлого. Плиты, нарезанные из осадочных пород. Сотни миллионов лет назад в этих местах на территории Сахары находилось море небольшой глубины, до 50 метров. Поэтому здесь, в осадочных породах, находят множество ископаемых остатков живых организмов. Наиболее часто встречаются головоногие моллюски двух видов, аммониты и ортоцераты, и морские членистоногие, трилобиты. Встречаются также и другие виды. При фабрике магазин с огромным разнообразием камней, в которых включены остатки ископаемых животных. Ископаемая раковина аммонита у многих народов считается символом семейного счастья, достатка и благополучия. Очистка каменелости от окружающей осадочной породы требует высокого мастерства и осторожности, и производится с помощью инструмента, подобного зубной бормашине. Поделки из камня А это просто каменные ступки для измельчения орехов, зерна и других продуктов. Пользуются спросом как отшлифованные камни с остатками аммонитов и других животных, так и необработанные. Почти необработанные камни с остатками трилобитов. Едем вдоль долины речушки, которая обеспечивает водой финиковые плантации, протянувшиеся на 30 километров. Пальмы обжигают огнем, чтобы избавиться от засохших листьев. Остановились у смотровой площадки. Пальмы обжигают огонь. Едем по долинам в горах Среднего Атласа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В этом отеле мы пообедаем. Вот наша группа села и делает заказы. А вот там мое место, пустое, спиной к стене. Холл отеля. Субтитры создавал DimaTorzok По мере продвижения в северном направлении видим на склонах гор все больше растительности. Местное управление. Надпись на арабском, берберском и английском языках. Роща атласского дуба в перемешку с атласским кедром. Приехали смотреть и кормить обезьян. Это магот или магрибский макак. Это единственный макак, живущий в диком виде не в Азии, а именно здесь, на территории Атласских гор, а также в Европе, на скале Гибралтар. Тут же лошадки для катания туристов. Макаки сообщают, незаконно забирать нас отсюда. Павлик, подойди ближе, что ты боишься, только фотоаппарат. Девочки, а лучше в другую сторону. Дайте я ее отмыл, они правы. Павлик, подойди. Объявляйте. Объявляйте. Добавляйте. Базила, красавица. Блин. Положено. Плавки с сувенирами. Плавка с сувенирами. Въезжаем в город Эфран. Современная часть города была основана французской колониальной администрацией в 1928 году. Город находится на высоте около полутора километров, и поэтому летом здесь не жарко. Архитектура зданий в городе европейская, с двухскатными крышами. Лисы, медведи уже давно. В принципе, охота это не в традиции ванаканцева. Вот это уже больше европейцы сюда привезли, эту культуру охоты. Ну, короля ездит в свои угодья. Да, тоже такое. Обычно все делают эту фотографию около льва. Мы сейчас на припаркуемся, кто захочет. Популярное местное кафе. Наш народ не смешился в полу стихологии. Легенда гласит, что этого льва вырубил из глыбы известняка военнопленный итальянский солдат в годы Второй мировой войны. Но некоторые утверждают, что скульптура сделана не позднее 1936 года, то есть до Второй мировой войны. Другие считают, что эта скульптура – памятник последнему льву, убитому в 1920-х годах в Атловских горах. Королевская жандармерия. Затем на прибыли в город Фес, где у нас предусмотрено три ночлега. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова